Наверное каждый из вас, ну может быть многие, видели фильмы, либо видели какие-то нарезки, либо в тиктоке, либо в ютубе, либо где-то еще, где к главному герою фильма подходит какой-то человек, либо какое-то существо и говорит, у тебя выбор, или я даю тебе миллион, или ты будешь ценать дату своей смерти. Теперь представьте ситуацию, вы где-то встречаете кого-то, либо что-то, и он тебе говорит, я на твой аккаунт во Free Fire прямо сейчас начисляю 100 тысяч алмазов, или миллион, или без разницы какую сумму алмазов, либо ты завтра просыпаешься и понимаешь то, что это тот день, когда ты впервые скачал Free Fire. Всем здорова дорогие друзья, с вами Даваска, это будет такой разговорный видосик, но интересный, мы рассмотрим три различные ситуации, и вот кто до конца досмотрит, напишите пожалуйста, какой бы вы выбор заделали из трех ситуаций. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, погнали! Ну и давайте рассмотрим уже ту ситуацию, которая была в начале. Что бы вы выбрали? Алмазы на свой аккаунт, либо проснуться и понять то, что это тот день, когда ты впервые скачаешь Free Fire. К примеру, у меня это 22 февраля 2018 года. Ты просыпаешься и понимаешь то, что ты проснулся пять лет назад, или сколько вы в игру играете. И такие, блин, я сегодня скачаю Free Fire, у меня уже все навыки от Free Fire остаются. То есть ты уже умеешь делать оттяжку, играть в СНС, ты знаешь какие ютуберы будут популярными, ты можешь каким-то ютуберам подсказать контент, который им нужно делать. Ты сам можешь стать ютубером по Free Fire и возможно самым популярным, потому что у тебя все знания о Free Fire уже есть. И что бы вы выбрали? К примеру, прямо сейчас, чтобы на вашем аккаунте оказалось, к примеру, миллион алмазов, либо вы перенеслись с самого начала Free Fire уже со всеми знаниями об этой игре. Лично я бы выбрал перенестись обратно со всеми знаниями, потому что я уже знаю какие игроки хорошо играют. Я бы собрал команду, обучил их всему и мы бы просто играли на мировом чемпионате. Насколько вы помните, самый первый мировой чемпионат, где еще от СНГ региона играла команда Теремок, там еще не сильно была оттяжка. Все в основном играли в прицеле. А прикиньте, если бы игроки того уровня игры, которую они показывают сейчас, оказались бы в то время, ну победа была бы просто очевидна. Особенно если не те игроки, которые просто оттягивают и все, ну фастерки вот эти. А люди, которые умеют думать головой и понимают, как нужно отыгрывать от зоны, как правильно заходить в зону и так далее. Мне очень интересно знать ваше мнение. Хотя я так подумал, что миллионы алмазов это слишком маленькая цена для такого большого опыта. А давайте поднимем эту цену до 10 миллионов алмазов. А что вы думаете сейчас? Прямо сейчас прокачать свой аккаунт на 10 миллионов алмазов, который у вас уже есть. Либо вернуться в только самое-самое-самое начало Free Fire. Это 18-й год со всеми знаниями об этой игре. Пишите в комментарии. Вторая ситуация. Как и обещал, их будет три. Я думаю то, что вы спокойно и с кайфом досмотрели, потому что размышления были довольно-таки интересные. Вторая ситуация заключается в том, что вам предлагают вернуть все деньги, которые вы вложили во Free Fire. И ваш аккаунт будет удален. То есть у вас уже нет вашего любимого аккаунта. Либо же продолжить играть. Но с этим аккаунтом, который у вас есть. Что вы выберете? Я думаю, что не всех, но большинство игроков в этой игре держит только то, что они проиграли большое количество времени. Они вложили в свой аккаунт довольно-таки большую сумму. И из-за этого уже не уходят. Вот если бы была кнопочка какая-нибудь вернуть все потраченные деньги, сколько бы игроков нажало на эту кнопочку? Опять же пишите в комментариях. И третья ситуация, наверное, самая значимая для многих и для меня лично. Что бы вы выбрали? К примеру, это очень большая цена, поэтому давайте начнем с 5 миллионов алмазов. 5 миллионов алмазов или утром вы просыпаетесь и видите подобное сообщение. От вашего друга, который ушел из игры, может быть, неделю назад, месяц, год, два года. И просто опишите ваши эмоции. Если бы человек, ушедший из Free Fire, и с которым вы были настолько близки, что проводили и день, и ночь, и вечер, и утро, сутками играли, поднимали гранда в ранги, гранда в рейтинги, играли на турнирах, играли на зарубежных регионах, написал бы вам такое сообщение с целью поиграть с вами, потому что он вернулся в эту игру и хочет в нее продолжать играть. Какую сумму алмазов вы были бы готовы потерять, чтобы вернуть ушедшего друга из игры? У меня из игры ушло довольно-таки много людей, даже если вспоминать мой старый пак, который мы аппали гранда почти два года назад. Все они ушли из игры, осталась только одна девочка, и все. Трое ушли из игры на совсем, один играет чуть-чуть, а остальные ушли. Очень многие друзья, со которыми мы играли, мы кайфовали, они просто взяли и ушли. Остались по сути единицы, два-три человека, и все. Все, с которыми сейчас мы играем, мы познакомились относительно недавно. Тот костяк игроков, которые, можно сказать, поднимали Free Fire, играли на турнирах, играли на международных турнирах, с которыми мы кошмарили арабов на арабском регионе. Они все покинули эту игру. И как бы не прискорбно это звучало, это печально. Потому что люди, именно мои друзья, мои кенты, мои братишки ушли из игры. Что поделать? Я бы не пожалел и 10 миллионов алмазов, чтобы вернуть те времена и поиграть с ними снова. Вот. Поэтому пишите в комментариях, что бы вы выбрали в третьей ситуации алмазы на ваш аккаунт, либо вернуть друзей, которые ушли из игры. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Если что, телеграм по ссылочке в описании. Там великолепно. Вы можете найти тех самых друзей в моем телеграм канале, которые до сих пор играют, которые кайфуют от игры. Познакомиться с ними, заобщаться. Вместе начать играть и кайфовать от игры. Ссылочка в описании. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами скилл.